В сегодняшней программе я расскажу об одном из, наверное, самых романтичных лекарственных растений. Это растение с достаточно крупными, заметными и, самое главное, ароматными цветками. Кроме того, у этого растения название дано по времени, когда оно цветет. Существует множество легенд о происхождении этого растения, а точнее, о его цветках. Ну, например, своеобразное объяснение дается в сказке «Братьев Гримм» про Белоснежку. Мы привыкли читать ее в сокращенном варианте. Тем не менее, у авторов героиня Белоснежка, убегая от злой мачехи, теряет в лесу свое жемчужное ожерелье. И именно из этих маленьких жемчужинок и произошли цветки нашего сегодняшнего главного героя. В этих цветочках эльфы прятались от дождя, и эти же цветочки служили фонариками для гномов. Не обошли вниманием этот цветок и древние римляне. Например, существует легенда о богине Диане, это богине охоты, которая однажды, попав в незнакомый ей лес, убегала от фавнов, и капельки пота, которые образовывались на ее теле, падали на землю и превращались в белые ароматные цветки. Замечательные цветы любили очень многие известные деятели науки и искусства. Например, ландыши очень любила Софья Ковалевская и Петр Ильич Чайковский. Петр Ильич Чайковский даже посвятил им стихи. Все знают его как гениального композитора, но мало кто знает, что он был еще и поэтом. И приобретя свой собственный дом в Клину, Петр Ильич Чайковский тут же засадил все пространство ландышами. И выглядит это теперь примерно вот так. Ландыши очень быстро разрастаются, занимая всю отведенную им площадь. И поэтому, когда вы сейчас приходите на экскурсию в дом музея Петра Ильича Чайковского в Клину, вы видите, что вас встречают ландыши. А еще этот нежный и ароматный цветок называют слезы Божьей Матери. Считается, что это слезы Богородицы, которые она пролила по своему сыну, превратились в эти цветки. Во многих старинных книгах можно встретить портрет Николая Коперника, где он изображен с букетиком ландышей в руках. Казалось бы, какое отношение имеют эти нежные романтичные цветки к великому астроному. Дело в том, что для своих современников Коперник был не столько астрономом, сколько специалистом по праву и очень хорошим врачом. А ландыши в то время считались символом медицины. Многие народы очень трепетно и внимательно относятся к этому растению. Например, во Франции ежегодно в первые выходные мая проходит праздник ландыша. А в Финляндии это растение считается чуть ли не символом государства. И русский народ давал множество названий этому растению. И как это обычно и происходит, все эти названия соответствуют каким-то внешним признакам этого растения. Ну, например, есть такое народное название, как заячьи ушки. И действительно, у ландыша образуются два листка, по форме немного напоминающие заячьи уши. Еще его называли лесной язык за форму листовой пластинки, которая по форме немножечко напоминает язык. А еще ландыш называли серебрянник за его удивительно нежные и как будто бы серебряные цветки. Великий шведский ботаник Карл Линей назвал ландыш лилиум конвалиум, что означает лилия долин. И действительно, ландыши изначально относились к семейству лилейных. После их выделили семейство ландышевое в отдельное самостоятельное семейство. Теперь же систематики утверждают, что ландыши относятся к семейству иглицевых. К роду ландыш относится один единственный вид – ландыш майский. Хотя, опять же, многие специалисты утверждают, что это несколько близкородственных подвидов. Один из них живет на Дальнем Востоке, другой на Кавказе. Но они настолько близки друг к другу внешне, что практически не различаются. Есть еще садовые формы или сорта ландыша, которые отличаются не только размером цветков, но даже их окраской. Ландыши обильно произрастают по всему северному полушарию. Встречаются они как в Евразии, так и в Северной Америке. Это растение теневыносливое. И очень часто они встречаются в хвойных лесах, в частности в сосновых и в лесах смешанных. Но больше всего их в лесах широколиственных. В данном случае мы находимся в городском парке в пределах города Москвы. Основная древесная порода здесь – это клён. Клён дает очень сильное затенение. И поэтому ландыши чувствуют себя достаточно хорошо и обильно разрастаются. Ландыш – это многолетнее травянистое растение высотой до 30 сантиметров. Это растение образует достаточно мощный подземный побег – корневище. Корневище – это может быть достаточно длинным, но при этом оно будет не толще гусиного пера, основания гусиного пера. Ландыши таким образом размножаются и распространяются. И фактически вся куртина, около которой я сейчас и нахожусь, может быть одним единственным организмом, который связан друг с другом посредством этих подземных корневищ. На этих корневищах формируются и мелкие тонкие корни, и на них же формируются почки, из которых и будут вырастать надземные побеги. Именно поэтому, если вы заготавливаете ландыши как медицинское сырьё, их нельзя вырывать из почвы. Их нужно обязательно срезать ножом или ножницами, чтобы не повредить эти корневища. Весной, как только стает снег и почва начнет прогреваться, из земли влезают туго-туго скрученные листья ландыша. Они образуют такую мощную конструкцию, которая как иглой протыкает всё, что находится на поверхности. И очень часто можно обнаружить вот такие странные системы, когда на сам побег надето сухие листья другого растения. Это листья, которые побег просто-напросто прошил, как иглой, когда вылезал на поверхность. Чаще всего у ландыша образуются два листка. Именно поэтому его и называют, народное название этого растения, зайчевушки. Иногда три, но значительно реже. Листья широко ланцетные и с достаточно заметно острым краешком, заострённые на конце. Кроме того, надо заметить, что листья имеют разную окраску. Сверху они более матовые, а снизу более блестящие. Желкование у листьев дуговое. Это значит, жилки, сосудики, по которым движутся питательные вещества, и вода поступает к листьям, расположены параллельно друг к другу, от самой нижней части листа до самой верхней. Это признак растений, который относится к однодольным. У этих растений в семени одна семидоля. Листья расположены на достаточно длинном черешке и обхватывают его, как тоненькие трубочки. То есть они вложены один в другой. Такие листья называются объемлющие. У основания, ближе к земле, а чаще всего даже скрытые опадом и верхним слоями почвы, находятся маленькие полупрозрачные листочки. Они практически бесцветные и больше напоминают такие вот чешуи. Из середины этой конструкции выходит цветоносный стебель. Цветоносный стебель у ландыша достаточно длинный и обычно приподнимающий всё соцветие выше листьев. Стебель трёхгранный, необлиствлённый, то есть голый. На нём могут быть чешуевидные полупрозрачные листочки, но чаще всего и их нету. На его верхушке расположено само соцветие. Такое соцветие называется «поникающая кисть». Все цветки в этом соцветии наклонены в одну сторону. Сам цветок ландыша не очень крупный и обычно его размер не превышает 8 мм. Цветок состоит из шести сросшихся лепестков, образующих такой колокольчик. В серединке находятся шесть тычинок. Каждая из этих тычинок несёт на себе пыльцу, а в центре находится пестик. Именно из него впоследствии и образуется плод ландыша. Плод ландыша – это ярко окрашенная красновато-оранжевая ягода размером примерно около 5-8 мм. Ягоды эти ядовиты, есть их нельзя. Тем не менее, некоторые хищные млекопитающие семейства псовых, такие как, например, волки и лисы, могут эти ягоды поедать без какого-то видимого вреда для себя. Во времена Коперника ландыш неспроста считался символом медицины. Ещё в те времена людям было хорошо известно, что даже ядовитые растения могут быть использованы в медицине. И несмотря на то, что вещества, содержащиеся в ландыше, сильно ядовиты, их начали использовать ещё тогда. В медицине используют надземные части этого растения. То есть это стебель с листьями и цветоносные побеги. Все надземные части ландыша майского содержат огромное количество сердечных гликозидов. Именно поэтому препараты на основе ландыша используют чаще всего при сердечно-сосудистых заболеваниях. В этом же растении содержатся крахмал, сахар и некоторые органические кислоты. Например, яблочная и лимонная. Кроме того, все части ландыша содержат большое количество сапонинов. Ландыш майский признан официальной фармакологией 13 стран мира. Это немного. И связано это в первую очередь с тем, что препараты ландыша очень сильно действующие. Кроме того, они содержат много ядовитых веществ. В частности, это алкалоид, который называется конволятоксин. В медицине используются трава ландыша, листья ландыша и цветки ландыша. Чаще всего это все растения целиком, собранные в период цветения. Вещества, получаемые из ландыша, лежат в основе большинства кардиотонических препаратов, а также препаратов, используемых как желчегонное при холециститах. Препараты ландыша содержат большое количество гликозидов, которые способны увеличивать силу и уменьшать частоту сердечных сокращений. Именно поэтому их чаще всего используют при сердечной недостаточности, при тахикардии, а также при острой хронической недостаточности кровообращения 2-го и 3-го типа. В народной медицине ландыш использовали традиционно в сочетании с валерьяной и боярышником. Применяли его, так же как в официальной медицине, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, а также при отеках, при заболеваниях щитовидной железы и даже при эпилепсии. Но сегодня мы не будем производить заготовки сырья, потому что находимся мы в черте города. Мы сейчас в старинной русской усадьбе на северо-западе Москвы. Усадьба эта называется Троица Лыкова. И несмотря на то, что ландыша здесь достаточно много, но собирать лекарственные растения в городской черте очень не рекомендуется, потому что в этих условиях они, помимо полезных веществ, могут накапливать и вредные. Если вы решили запастись этим растением, то лучше отъехать куда-нибудь подальше от крупных городов и производить заготовки именно там. В медицинских целях заготовки сырья ландыша лучше всего производить в период цветения. То есть это май-июнь месяц. Опять же, это будет зависеть от того, в каком лесу вы собираете ваше сырье. В более темных лесах ландыши будут свести несколько позже. Когда вы готовите сырье к сушке, срезать его нужно ножницами или ножом на высоте 3-5 сантиметров от земли. Делается это в первую очередь для того, чтобы не повредить корневище, которое находится в почве. Ландыш, как и любое корневищное растение, распространяется, размножается преимущественно этим способом. И поврежденное корневище может нанести большой вред растению. Поэтому ни вырывать, ни выдергивать его не следует. Срезанное растение нужно подвергнуть сушке в тот же день. Сушить ландыш необходимо в тот же день, потому что при увядании многие вещества, которые входят в его состав, начинают постепенно разрушаться и сила препарата будет значительно слабее. Ландыш сушат обычно в сушилках при температуре 40-50 градусов. Раньше, когда сушилок не было, сушили его на специальных сетчатых поддонах, которые развешивали над печами. При этом в помещении открывали все окна и двери, для того, чтобы создать некий сквозняк, и помещение было хорошо проветриваемым. За время сушки сырье один-два раза переворачивают. Готовое сырье должно легко ломаться в руках. Время, когда это сырье будет возможно к применению, составляет примерно два года. Если вы заготавливаете отдельно цветки, то это всего лишь один год. Еще нужно помнить о том, что заготовку сырья следует производить в сухую погоду и после того, как обсохнет роса. Растение ядовитое. В народной медицине традиционно применяется наружно водный настой побегов ландыша. Используют его при заболеваниях глаз и суставов. Как приготовить такой настой, я сейчас расскажу. Для этого вам необходимо взять одну столовую ложку сушеных побегов ландыша и залить их стаканом кипятка. Дать настояться в течение нескольких часов, после чего отжать и довести водой до первоначального объема. И этим настоем пропитываются марлевые салфетки, которые и прикладываются к больным суставам. Будем надеяться, что этот рецепт вам поможет и не приведет к никаким негативным последствиям. Способы использования ландыша майского очень многообразны и перечислить их все, наверное, просто невозможно. Например, в странах Азии используют корневище ландыша, а сам ландыш там практически не растет. Поэтому заготавливают его в нашей стране и в некоторых других европейских странах. Сушат и отправляют в Азию. Таким образом, корневище ландыша является предметом экспорта. В некоторых государствах отдельно собирают и сушат цветки ландыша. Толкут их в мелкий порошок и нюхают при насморке. А в Германии готовят настойку побегов ландыша на вине. И применяют при параличах. Не знаю, насколько этот способ действенный, но, по крайней мере, способ применения очень оригинальный. Необходимо еще раз напомнить о том, что все растение ландыша ядовито. Будьте особенно внимательны, если вы прогуливаетесь с вашими детьми по лесу, особенно во второй половине лета. Потому что для маленького ребенка 2-3 ягоды ландыша могут оказаться смертельной дозой. А отравление можно определить по следующим признакам. Сильная тошнота, головные боли, рези в животе, потемнение в глазах. Все эти признаки могут являться признаками отравления ландышами. Растение настолько токсично, что даже выпитая вода, в которой стоял букет с ландышами, может оказаться смертельной. Надо сказать, что в наше время, в повседневной жизни, ландыш – это уже не столько лекарственное, сколько декоративное растение. Все чаще и чаще их сажают в садах и огородах. Уже придумано множество культурных сортов ландышей. Среди них есть и с увеличенными цветками, и с цветками махровыми, и даже с розоватой окраской венчика. Но самое интересное – это сорта с пестрыми листьями. Ландыш – растение тенелюбивое, поэтому высаживать его лучше на затененных участках сада. Это может быть и под полугом кустарников, которые поздно распускают листву. Почву для ландышей лучше подготовить заранее. В принципе, они выносят и песчаную, и глинистую почву, но с большим количеством гумуса. Поэтому на месте, куда вы собираетесь посадить ландыши, за год до посадки высыпьте тачку прошлогодней листвы, и к моменту, когда вы перенесете туда корневища, почва будет полностью готова. Пересаживать лучше всего осенью или ранней весной до того, как полностью распустятся листья. Для пересадки возьмите относительно длинные участки корневища с почками и перенесите их на подготовленную почву. Заглубите их на 3-4 сантиметра и оставьте. Через 2-3 года на этом месте у вас будут замечательные серебристые цветы. Аромат ландыша очень сильный и очень приятный. И наверняка многие помнят, что в советское время был популярен одеколон и туалетная вода с ароматом ландыша, который так и назывался – ландыш серебристый. Но должна открыть вам страшную тайну, что в туалетной воде, что в одеколоне использовался не натуральный запах ландыша, а использовалась его химическая эссенция. Все дело в том, что получить ее гораздо проще и дешевле, и она оказывается более стойкой, чем натуральный аромат. А натуральный аромат этих цветков используется только в дорогой парфюмерии, в духах. Ландыш относится к группе охраняемых растений. Он даже занесен в Красные книги некоторых регионов России. И главная причина в том, что растение подвергается такому риску, в первую очередь в том, что оно обильно уничтожается во время сбора цветов весной или во время сбора лекарственного сырья. Но те цветки, которые продаются в переходах или на улицах, чаще всего собраны не где-то за городом, а выращиваются в специальных хозяйствах. Процесс выращивания растений с целью получения именно цветков называется выгонка. Для выгонки строят специальные теплицы. Для выгонки ландышей высота теплиц должна не превышать 40 сантиметров. Осенью берутся корневища с мощными округлыми почками и высаживаются в специальные горшки, наполненные торфом. Горшки снаружи и сверху накрываются мхом. Чаще всего это мох с фагном. Горшки ставятся в теплицу и температура там поддерживается в районе 35 градусов. При этих условиях и постоянном поливе примерно через 3-5 недель ландыши начинают цвести. Таким образом можно получить цветы буквально к Новому году. В Германии в 17 веке этим занимались в промышленных масштабах и поставляли ландыши в императорский дворец к Новому году именно оттуда. Существует еще одно растение, которое называют ландыш садовый. Хотя, кроме названия, это растение с ландышем не имеет ничего общего. Но разве что относится к тому же семейству, что раньше относился ландыш. То есть к семейству лилейные. Растение это называется купена лесная. Купена растение не очень распространенное. И встретить в лесу ее можно нечасто. Растет она в основном в южных лесах, вдоль южных границ России. Высота его достигает 70 сантиметров и даже больше. Практически на всем протяжении стебель покрыт листьями. Расположение листьев очередное. Желкование, так же как у всех лилейных, дуговое. В верхней трети стебля расположены цветки. Цветки свисают и направлены в сторону земли. Представляют собой они вытянутые колокольчики. Белые, а на концах слегка зеленоватые. Но в отличие от ландыша, лепестки в них расположены как бы в два ряда. Три во внутреннем, три во внешнем. Купена, так же как и ландыш, содержит различные алкалоиды. Но в гораздо меньших количествах. Поэтому и в медицине ее в народной применяли более активно. Например, ее использовали при таких заболеваниях, как подагра, радикулит. Геморрой, как противоглистное средство. А так же, благодаря большому содержанию различных органических кислот в корневище этого растения, ее применяли и при респираторных заболеваниях. В наше время купена все чаще и чаще становится украшением в дачных и садовых участках. Высаживают ее и на альпийских горках. Приобрести купену можно практически в любом дачном или огородном магазине. Продается она кусочками корневищ, которые необходимо посадить в тот же год. Почву лучше подготовить заранее. Это должна быть достаточно богатая гумусом почва, а участок должен быть сильно затенен. Токсичность купены сильно снижается при длительном упаривании ее при температуре около 60 градусов. И в дальнейшем разбавлении этого состава пополам с молоком. Это средство способствует снижению артериального давления. Ландыш – растение замечательное во всех отношениях. Но я бы вам рекомендовала использовать его именно как растение декоративное. И помнить о том, что его ядовитые свойства очень сильны. Ландыш на вашем участке будет вас радовать долго, многие-многие годы. А возможно, еще ваших детей и внуков. Тогда как использовать медицинские препараты на основе ландыша нужно с особой осторожностью.